Отец Арсений Часть первая Лагерь 1966-1974 годы Друг друга тяготы носите И так исполните закон Христов Послание Галатам 6.2 Можно умереть И остаться жить для людей И можно остаться жить, но быть погибшим Предисловие В последние годы появилось много воспоминаний О жизни политических заключенных Во времена культа личности Пишут ученые, военные, писатели Старые большевики, интеллигенты Люди самых разных профессий Рабочие, колхозники Пишут о своей жизни в лагерях О тюрьмах и допросах Но никто еще не рассказал нам О миллионах верующих Погибших в этих лагерях Тюрьмах Или переживших Небывалые страдания Страдания на допросах Страдали и умирали Они за веру свою Не отреклись от Бога И, умирая, славили Его И Он, Бог, не оставлял их Положить печать на уста Своих Это значит Предать забвению Страдания, муки Подвижнический труд И смерть Многих миллионов Мучеников Пострадавших Бога ради и нас Живущих на земле Не забыть А рассказать должны мы Об этих страдальцах Это наш долг Перед Богом и людьми Лучшие люди Русской православной церкви Погибли в это трудное время Иереи, епископы, царцы, монахи И просто глубоко верующие люди В которых горел Неугасимый огонь веры По силе своей равны А иногда и превосходящий Силу веру Древних христиан-мучеников В этих воспоминаниях Предстает перед нами один Только один Из многочисленных подвижников Веры половины 60-х годов 20-го века А сколько было их Погибших за нас 20 веков копило человечество Многочисленные знания Христианство принесло свет И жизнь людям Но в 20-м веке Эти люди отобрали Из многочисленного арсенала знаний Только зло И поможев на достижение науки Доставили миллионам людей Величайшие и длительнейшие страдания И мучительную смерть Господь привел меня Пройти малую часть Лагерного пути С отцом Арсением Но и этого достаточно Чтобы обрести веру Стать его духовным сыном Пойти путем его Понять и увидеть Его глубочайшую любовь К людям И к Богу И познать Что такое Настоящий христианин Прошлое не должно быть утеряно На прошлом Как на фундаменте Утверждается новое Поэтому собрать воедино Часть жизненного пути Отца Арсения Я посчитал своим долгом Для того, чтобы собрать Драгоценные сведения Об отце Арсении Мне пришлось обратиться К памяти его духовных детей Письмам Когда-то написанным им Друзьям и духовным детям К воспоминаниям Написанным людьми Знавшими его Духовные дети Отца Арсения Были многочисленны И там, где Поселял его Господь Появлялись они Вокруг него Был ли это город Где он Ученый Искусствовед Принял иерейство И организовал В полузабытом приходе Общину Деревня Куда его забросила ссылка Или затерянный В бескрайних лесах Севера Маленький городок Или страшный Лагерь Особого режима Интеллигенции Рабочие Крестьяне Уголовники Политические заключенные Старые большевики Работники органов Соприкасаясь с ним Становились его Духовными детьми Друзьями Верующими И шли за ним Да Многие Узнав его Шли за ним Каждый Знавший отца Арсения Рассказывал мне Что он Видел И знал О нем Встречаясь С отцом Арсением Я старался Узнать О его жизни Но хотя он Вел со мной Много бесед О себе Рассказывал Мало Кое-что Мне удалось Записать Еще при его жизни И давая ему На просмотр Записки Я спрашивал Так ли было И он Всегда Говорил Мне Да Было Но обязательно Добавлял Господь Всех Водил Нас По многим Дорогам И у каждого Человека Если внимательно Присмотреться К его Жизни Есть Много Достойного Внимания И Описания Моя Жизнь Как и Каждого Живущего Всегда Переплеталась И шла Рядом С жизнью Других Людей Много Было Всего Но Все И Всегда Было От Господа Было Самонадеянным Говорить Я Написал Я Собрал Писали Собирали Посылали Мне Свои Записки Многие Многие Десятки Человек Знающих И Любящих Отца Арсения И Это Им Принадлежит Написанное Я Лишь Пытался Как Трудом Своим Отдать Малую часть Неоплатного Долга Человеку Спавшему Меня И Давшему Мне Новую Жизнь Прочитав Записки Помяните Раба Александра И Это Будет Мне Великой Наградой Лагерь Лагерь Прорвался Куда Вперед Иногда Внезапно Наступало Затище И Тогда Среди Темноты Ночи Высвечивалось На земле Гигантское Пятно Света В полосах Света Лежал Город Раскинувшийся Внизине Бараки Бараки И Бараки Покрывали Землю Вышки Состоящими На них Прожекторами Часовыми Уходили За горизонт Струны Колючей Проволоки Натянутой Между Столбами Образовывали Несколько Заградительных Рядов Между Которыми Лежали Полосы Ослепительного Света От Прожекторов Между Первым И последним Рядами Колючей Проволоки Лениво Бродили Сторожевые Собаки Лучи Прожекторов Срывались С некоторых Вышек И бросались На землю Скользили По ней Взбирались На крыши Бараков Падали С них На землю И опять Бежали По территории Лагеря Окруженного Проволокой Часть Прожекторов Вылизывала Пространство За пределами Лагеря И Обежав Определенный Сектор Возвращалась К рядам Колючей Проволоки Чтобы Через Несколько Мгновений Начать Повторный Бег Солдаты С автоматами Стоя На вышках Беспрерывно Просматривали Пространство Между рядами Проволочных Заграждений Затишье Удар По Повисевшему Рельсу Сперва Один У входа В лагерь А затем Под ударами Зазвенели Стальные Рельсы В разных Местах Лагеря Проверяли Между рядами Умерших Повторный Уганье Человеческих На работу Заключенным Но и Сопровождавший Их И тепло Одетой Охране Те Кто Несколько Минут Назад Покинули Барак Выходили На улицу Со страхом Их ждала Работа Пугавшая Каждого Непонятностью Требований Бессмысленной Жестокостью И Непреодолимыми Трудностями Создаваемыми Лагерным Начальством Выполняемая Заключенными Работа Была Нужна Но Все Делалось Так Чтобы Труд Стал Невыносим Все Становилось Трудным Мучительным И страшным В лагере Особого Режима Все Делалось До того Чтобы Медленно Привести Людей К Смерти В лагерь Направляли Врагов Народа В кавычках И Уголовников Преступления Которых Карались Только Смертью Расстрелом И Заменялись Им Заключением В особый Из которого Выход Был Почти Невозможен Отец Арсений В прошлом Стрельцов Петр Андреевич А сейчас Зэк Заключенный Номер 18376 Попал В этот Лагерь Полгода Тому Назад И За это Время Понял Как и Все Живущие Здесь Что Отсюда Никогда Не выйти Колол Около Барака Дрова И Носил Их Охапками К Барачным Печам Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Мя Грешного Беспрерывно Повторял Он Совершая Свою Работу Дрова Дрова Были Сырые Мерзлые Кололись Плохо Топора Или Колуна В зону Не давали Поэтому Кололи Поленье Деревянным Клином Загоняемым В трещину Другим Поленом Тяжелая Мерзлая Полена Скользила И Отскакивала В слабых Руках Отца Арсения И Никак Не могло Попасть По торцу Забиваемого Клина Работа Прошла Медленно Неимоверная Усталость Глубокое Истощение Изнурительный Режим Лагерной Жизни Не давали Возможности Работать Все Было Тяжело И Трудно К Приходу Заключенных Огромный Барак Должен Быть Натоплен Подметен И Убран Не Успеешь Надзирательно Правят В карцер А Заключенные Изобьют Бить В лагере Умели И Били В основном Политических Начальство Било Для воспитания Страха А Уголовники Избивали Отводя Душу И Скопившаяся Ненависть И Жестокость Выходили Наружу Били Кого-нибудь Каждый День Били Умеючи С удовольствием И радостью Для Уголовников Это было Развлечением Господи Помилуй Мя Грешного Помоги Мне На Тя Уповаю Господи Матерь Божия Не Оставьте Меня Дайте Силы Молился Отец Арсений И Изнемогая От усталости Охапка За охапкой Переносил К печам Дрова Пора Было Затапливать Печи Совершенно Остыли И Не Давали Больше Тепла Разжигать Печи Было Нелегко Дрова Сырые Сухой Растопки Мало Вчера Отец Арсений Набрал Сухих Щепок Положил В уголок Около Одной Из Печей Подумав Положу На сохранение Сушня А козатор Дрова Быстро Ими Разожгу Пошел Сегодня За Сушняком А Уголовная Шпана Взяла И На зло Облила Водой Подошло Время Разжигать Печи Запоздаешь И Прогреется Барак К приходу Заключенных Кинулся Отец Арсений Искать Березовую Кору Или Сухих Щепок В дровах За Бараком А сам Творит Молитву Иисусову Господь Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Грешного И Добавляет Да Будет Воля Твоя Дрова За Бараком Перебрал И Увидел Что Ни Коры Ни Сушняка Нет Как Растапливать Печи Не Придумаешь Пока Отец Арсений Перебирал Дрова Из Соседнего Барака Вышел Дневальный Старик Уголовник Больших Статей Жестокости Непомерной Говорили Что Еще В старое Время На Всю Россию Гремел Дел За Ним Числилось Такое Множество Что Даже Забывать Стал О Своих Делах Не Рассказывал А Зато Малое Что Следователь Узнал Дали Вышку Расстрел Да Заменили Особым Что Для Старых Уголовников Иногда Было Хуже Расстрел Расстрел Получил И Сразу Отмучился А В особом Смерть Мучительная Медленная Те Кто Из Особого Случайно Выходили Становились Полными Инвалидами Поэтому Попав Сюда Люди Ожесточались И Выливалось Это Ожесточение В том Что Били Политических Из Своих Уголовников Насмерть Этот Уголовник Держал Строгости Весь Свой Барак И Начальство Его Даже Побаивалось Случалось Мигнет Ребятам И Тогда Готов Несчастный Случай А Там Веди Следствие Звали Старика Серый По виду Ему Можно было Дать Лет Шестьдесят Внешне Казался Добродушным Начинал Говорить С людьми Ласково Шуткой Окончал Руганью Издевательством Побоями Увидев Что Отец Арсений Несколько Раз Перебирал Дрова Крикнул Чего Поп Ищешь Растопку Приготовил С вечера А ее Водой Для смеха Там Сушняка Целая Поленница Мелькнул У отца Арсения Мысль Шутку Придумал Серый Знал Его Характер И помощи От него Не ждал Бери Отец Арсений Бери Сколько Хочешь Стал Отец Арсений Собирать Сушняк И думает Наберу А он Меня На потеху Другим Бить Начнет И кричать Поп Вор Но Барак Положили Сушняк Около Печей А отец Арсений Поклонился Серому И сказал Спаси Тебя Бог Серый Не ответил И вышел Из барака Отец Арсений Разложил В печах Растопку Стоечкой Обложил Дровами Поджог И огонь Быстро Охватил Поление В первой Печи Успевай Только Забрасывать Дрова Носил Их К печам Убирал Барак Вытирал Столы И опять Носил Дрова Время Подходило К трем Часам Дня Печи Раскалились В бараке Постепенно Теплело Запахи От этого Стали Резче Но От тепла Барак Стал Близким И уютным Несколько Раз В барак Приходил Надзиратель И как Всегда Первыми Его словами Была Озлобленная Матерная Ругань И угроза А при Одном Заходе В барак Увидел На полу Щепку Ударил Отца Арсения По голове Но Несильно Ношение Дров И Беспрерывное Подбрасывание Их В печи Совершенно Обессилили Отца Арсения В голове Шумело От слабости И усталости Сердце Сбивалось Дыхания Не хватало Ноги Ослабли И с трудом Держали Худое И усталое Тело Готово Господи Готово 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 Шептал Отец Арсений Сгибаясь Под тяжестью Носимых Дров Больные В бараке отец Арсений был не один, оставалось еще трое заключенных Двое тяжело болели, а третий филонил, нарочно повредив себе руку топором Валяясь на нарах, он временами засыпал и просыпаясь кричал Топи, старый хрен, а то холодно! Слезу в рыло дам! И тут же опять сразу засыпал Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, все было переполнено Часов в двенадцать зашел в барак фельдшер из вольнонаемных Посмотрел на больных и не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к отцу Арсению «Да идут скоро, мрут сейчас много, холода!» Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его Да и почему было ему не говорить, все равно, рано или поздно, должны были умереть в особом Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно Стонавшему сказал, не играй, придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь За члена вредительства в карцере отдохнешь В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака Отец Арсений успевал подходить к двум тяжело больным и чем мог помогать «Господи Иисусе Христе, помоги им, исцели, яви милость Твою, дай дожить им до воли» Беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюсяк или прикрывая больных Время от времени давал воды и лекарства, которые фельдшер небрежно бросил больным В особом, основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней Одному, наиболее тяжелому больному, физически слабому, отец Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка Кусок составлял четверть дневного пайка Размочив хлеб в воде, стал кормить больного Тот открыл глаза и, с удивлением, посмотрев на отца Арсения, оттолкнул его руку Но отец Арсений шепотом сказал «Ешьте, ешьте себе с Богом» Больной, глотая хлеб, произнес со злобы «Ну, тебя с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись» Отец Арсений ничего не ответил Заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок А потом занялся делами барака Растопку, что дал серый, хоронить не стал, а положил на виду у одной из печей Чего убирать-то? Вчера убрала, получилось плохо А сегодня Бог помог Собрался было нарубить дров на завтра, вышел из барака Но потом решил, что все равно из стопники других бараков растащат до проверки Печи накалились и от них несло жаром Отец Арсений радовался Придут люди с мороза, отогреются и отдохнут Во время этих размышлений вошел надзиратель На вид ему можно было дать лет тридцать Всегда веселый, улыбающийся, радостный Прозванный за это заключенными веселый «Ты что, поп-барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь? Я тебе, шаман, покажу!» И засмеявшись, ударил наотмашь по лицу И, улыбаясь, вышел Вытирая кровь, отец Арсений повторял слова молитвы «Господи, не остави меня, грешного, помилуй!» Филоневший Федька сказал «Ловко он, подлюка, тебя в морду двинул с весельем! А за что и сам не знает!» Через час веселый опять появился в бараке И, войдя, закричал «Поверка! Встать!» Снар соскочил Федька А отец Арсений вытянулся с метлой Которой только что подметал барак «Кто еще в бараке?» Кричал надзиратель, хотя уже утром Производил проверку и знал, кто оставался «Двое освобожденных, лежачих больных И третий на выписке, ходячий!» Веселый пошел по коридору, образуемому наром И, увидев двух лежачих больных Понял, что встать они не могут Но для вида раскричался Однако подойти побоялся А вдруг зараза какая? «Ты смотри, поп, что в порядок был! Скоро позовут куда надо, там запоешь!» И скоро вышел, ругаясь скверно День был на исходе, быстро темнело И заключенные вот-вот должны были прийти с работы Приходили обмершие, усталые, валились на нары С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью Злобной руганью, выкриками, угрозами Через полчаса после прихода водили на обед Время обеда для многих заключенных было временем страдания Уголовники отнимали все, что могли И били при этом нещадно Те, кто был слаб и не мог постоять за себя Часто лишались еды Политических в бараках было значительно больше, чем уголовников Однако уголовники держали всех живущих в бараке Особенно политических в жестоком режиме Ежедневно какая-то часть политических лишалась спайка Что являлось невыносимым страданием Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные Постоянно мечтали о еде, как о чем-то единственно радостном в этой обстановке Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые И почему-то часто пахли керосином И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил И был рассчитан на медленное истощение заключенных Ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его Отец Арсений, попав в особый, часто лишался обеда Но никогда не роптал Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться Вначале кружилась голова, знобила от холода и голода Сбивались мысли Но, прочитав вечернюю, утреннюю, Акафис Божией Матери, Николаю Угоднику И своему святому Арсению, помянув своих духовных детей Всех усопших, кого сохранила память И только бывало всю ночь молиться А утром встает и силой есть, как будто спал и ел Духовных детей отца Арсения было много и на воле, и в лагерях И душа его болела за них Раньше в простых лагерях получал иногда письма А когда перевели в особый, все кончилось В особый переводили опасных заключенных Переводили умирать без расстрела, а от установленного режима Духовные дети отца Арсения считали, что он умер Обращались в органы А там ответ один Если перевели в лагерь особого режима Не значится Было темно Колонну заключенных одна за другой Входили в зону и растекались по баракам Бараки оживали В бараке отца Арсения сегодня было жарко Ребята входили злые, усталые Но входя в теплый барак Радовались и ругались больше для порядка А отца Арсения не били И при обеде пайку не отняли То ли случайно, то ли других шарашили Двум лежащим больным досталась от обеда Только половина пайкового хлеба Да отец Арсения от себя кусок прогорклой трески Спрятал за пазуху Придя в барак Отец Арсений стал кормить больных Нагрел воду с хвоей Добавил аспирин И обоих напоил Хлеб и треску разделил пополам И дал каждому Дней через пять пошли больные на поправку Стало видно, что останутся живы Но лежали еще недвижны И шагу сделать не могли Все это время отец Арсений урывками и ночами Ухаживал за ними и делился частью своего пайка Что это за люди отец Арсений не знал Попали в барак больными с этапа почти в беспамятстве И поэтому никто их толком не знал Заботы отца Арсения больные принимали холодно Но обойтись без него не могли И если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлотной земле О себе не рассказывали Отец Арсений и не спрашивал По лагерным обычаям не полагалось Да и ни к чему это было Сколько таких людей видел он по лагерям Не счесть Бывало, выходит больного, расстанется И никогда больше не увидит Да разве всех запомнишь Как-то от одного больного отец Арсений узнал Что зовут его Сазиков Иван Александрович Молча подавая Сазику Отец Арсений молился по своему обыкновению И губы его беззвучно двигались Шепча слова молитвы Заметив это, Иван Александрович проговорил Молишься, папаша? Грехи замаливаешь И нам поэтому помогаешь Бога боишься А ты его видел? Посмотрел отец Арсений на Сазикова И с удивлением произнес Как же не видел Он здесь посреди нас И соединяет сейчас нас с вами Да что ты, поп, говоришь В этом бараке и Бог И засмеялся Посмотрел отец Арсений на Сазикова И тихо сказал Да, вижу его присутствие Вижу, что душа ваша хоть и черна от грехов И покрыта коростой злодеяний Но будет в ней место и свету Придет для тебя Серафим свет И святой твой Серафим Саровский Тебя не оставит Исказилось лицо Сазикова Позадрожал весь и с неностью прошептал Пришибу, поп Все равно пришибу Знаешь много Только понять не могу откуда Отец Арсений повернулся и пошел Повторяя про себя Господи, помилуй меня грешного Время шло Работы надо было сделать много И совершая ее Читал отец Арсений Акафисты Правила про себя По памяти вечерней, утренней Иерейское правило Второй больной Был из репрессированных Став постепенно поправляться История его была Самая обыкновенная Таких историй в лагере Были тысячи Все одна на другую и похожие Революцию Октябрьскую делал Член партии с семнадцатого года Ленина знал Армией командовал в тысяча девятьсот двадцатом году В ЧК занимал большой пост Приговоры тройки утверждал А последнее время в НКВД работал членом коллегии Но теперь его послали в лагерь особого назначения Умирать В бараке репрессированные разные были Одни за глупое слово умирали Большинство попали по ложным доносам Другие за веру Третьих идейных коммунистов Кому-то надо было убрать Так как стояли поперек дороги Всем им сюда попавшим Необходимо было рано или поздно Умереть в особом Всем Был идейным и Овсеенков Александр Павлович Как фамилию эту назвали Сразу вспомнил отец Арсений этого человека Часто упоминалась эта фамилия в газетах Да и приговор отцу Арсений утверждал Александр Павлович Когда постановление тройки о расстреле отца Арсения за контрреволюционную деятельность И о замене расстрела 15 годами лагеря особого режима зачитывали То фамилия эта запомнилась Овсеенков был уже в летах С виду лет около 40-50 Но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток В лагере ему было труднее многих Голод, изнурительная работа, избиение, постоянная близость смерти Бледнели перед сознанием Что вчера еще он сам посылал сюда людей И искренне верил тогда Подписывая приговоры на основании решения тройки Что посланные в лагерь люди Или приговоренные к расстрелу Были действительно враги народа Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными Отчетливо понял и осознал Что совершал дело страшное, чудовищное Послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей Не видя с высоты своей должности Истинного положения вещей и событий Утерял правду Верил протоколам допросов Льстивым словам подчиненных Сухим директивам А связь с живыми людьми и жизнью Утерял Мучился безмерно Переживал Но ничего решить для себя Овсеенков не мог Сознание духовной опустошенности И ущербности Сжигало его Был молчалив Добр Делился с людьми последним Уголовников и начальства Не боялся В гневе был страшен Но головы не терял За обижаемых Вступался За что и попадал часто в карцер Привязался Овсеенко в косу Арсению Полюбил его за доброту и отзывчивость Бывало часто Говорил отцу Арсению Душа человек Вы отец Арсений В бараке большинство заключенных Звали отца Арсения Отец Арсений Вижу это Но коммунист я А вы служитель культа Священник Взгляды у нас разные По идеям Я должен бороться с вами Так сказать Идеологически Отец Арсений Бывало улыбнется И скажет Эээ батенька Чего захотели Бороться Вот боролись Боролись А лагерь то Вас С вашей идеологией взял Да и поглотил А моя вера Христова И там на воле была И здесь со мною Бог всюду один И всем людям помогает Верю что и вам поможет А как Тарас сказал Мы с вами Александр Павлович Старые знакомые Господь нас давно вместе свел И встречу нам в лагере уготовил Ну Уж это вы отец Арсений Что то путаете Откуда я мог вас знать Знаю Александр Павлович В 1933 году Когда дела церковные Круто решались Брата нашего верующих Сотнями тысяч высылали Церквей видимо-невидимо Позакрывали Так я тогда по вашему ведомству Первый раз проходил Кого? Куда? Первый приговор Вы мне утверждали В 1939 году Опять же по вашей епархии Только одну работу В печать сдал Взяли меня по второму разу И сразу же приговорили К расстрелу Спасибо вам Расстрел особым заменили Вот так и живу По лагерям и ссылкам Все вас дожидался Но наконец и встретились Бога ради не подумайте Что я хочу упрекнуть Вас в чем-то Во всем воля Божия И моя жизнь В общем океане И жизни Капля воды Которую вы и запомните Естественно В тысячном списке Приговоренных не могли Одному Господу Все известно Судьба людей В его руках Попик Жизнь и работа В лагерях Нечеловеческая Страшная Каждый день К смерти Приближает И часто Года Вольной жизни Стоит Но зная Это Не хотели Заключенные Не желали Умирать Духовно Пытались Внутренне Бороться За жизнь Сохранить Дух Хотя Это и не всегда Удавалось Говорили Спорили О науке Жизни Религии Иногда Читали Лекции Об искусстве Научных Открытиях Устраивали Маленькие Литературные Вечера Воспоминания Читали Стихи На общем Фоне Жестокости Грубости Воспоминания Наблюдая Жизнь Жизнь Заключенных Пришел К выводу Что в среднем Больше двух лет Редко кто Выживал В особом И думал А сколько Еще Осталось Ему В зависимости От волны Ареста В барак Попадали Инженеры Военные Церковники Ученые Артисты Колхозники Писатели Агрономы Врачи И тогда В бараке Невольно Возникали Землячества Состоящие Из людей Этих Профессий Все Было Забыто Но тем Не менее Можно было Видеть Желание Этих Людей Не забыть Своего Прошлого Своей Профессии Все Вспоминалось В совместных Разговорах Особенно Жаркими Были споры Возникающие По любому Поводу Люди Загорячились Старались Заказать Только Свое При этом Каждый Говорил Так Как будто От его Доказательства Зависит Исход Любых Событий И решений Отец Арсений В спорах Не участвовал Никому Не примыкал Был Со всеми Общителен И ровен Начнется Спор Отец Арсений Отойдет К своему Лежаку Встанет Или сядет На него И начнет Про себя Молиться Интеллигенция Барака Относилась К отцу Арсений Снисходительно Одно Слово Попик Да еще Притом Весьма Серенький Добрый Услужливый Но Культуры Внутренней Почти Никакой Нет Потому Как И в Бога Верят Другого То Ничего Нет За душой Такое Мнение Было У Большинства Случилось Как-то Что Собрались В бараке Человек Десять Двенадцать Художников Писателей Искусствоведов Артистов Придут Бегают Отдохнут Пройдет Поверка Запрут Барак Ну и Начинаются Разговоры О театре Литературе Медицине Искусстве Оживятся Спорят Как-то Зашел Разговор О древней Русской Живописи И архитектуре И один Заключенный Высокого Роста Сохранивший Даже в лагере Барственную Осанку И манеры С большим Опломбом И жаром Рассуждал Об этих Предметах Собравшиеся С большим Интересом Слушали Его Говорил Высокий Веско С знанием Дела И удивительно Утвердительно Во время Разговора Этого Проходил Мимо Собравшихся Отец Арсений А Высокий Как оказалось Впоследствии Искусствовед И профессор Снисходительно Обратился К отцу Арсению Вы Батюшка Очень верующий Духовного Звания Так Не скажете Ли нам Как вы Оцениваете Связь Православия С древней Русской Живописи И архитектуры И есть Ли какие Связи Сказал И улыбнулся Все окружающие Засмеялись Осенков Сидевший Недалеке И слышишь Этот разговор Тоже Невольно Улыбнулся Таким Нелепым Показался Всем Этот разговор Сказанный Отцу Арсению Кто Пожалел Его А кто И захотел Посмеяться Все Отчетливо Понимали Что этот Простецкий Попик Каким Был Отец Арсений Ничего Не Ответит Не Сможет Ответить Так Как Ничего Не Знает Понимали Что вопрос Издевательский Отец Арсений Куда То шел Остановился Выслушал Вопрос Заметил Усмешки И сказал Сейчас Я сейчас Только вот Дело Доделаю И побежал Дальше А попик Это не Дурак Отц Срам Срама Сбежал Да Русское Духовенство Всегда Было Некультурным Бросил Кто То Фразу Минут Через Десять Группе Интеллигентов Подошел Отец Арсений И Прервав Лекцию Высокого Сказал Кончил Я Дела Свои Прошу Вас Повторить Вопрос Профессор Посмотрел На Отца Арсения Так Как Он Вероятно Оглядывал Невежд Неучей Студентов И Размеренно Произнес Вопрос Батюшка Довольно Простой Но Интересный Как Вы Представитель Русского Духовенства Расцениваете Влияние Православия На Древнерусское Изобразительное Искусство И Архитектуру Хотелось Бы Услышать О Сокровищах Суздаля Ростова Великого Переиславля Залесского Ферапонтовом Монастыре Возможно Слышали Иконы Владимирской Божьей Матери Троица Рублева Вероятно По церковным Литографиям Знаете Ну так Вот И скажите Как Оцениваете Вы Все Это С точки Зрения Связей Вопрос Был Профессорский И Все Это Поняли И У большинства Мелькнула Мысль Что Не Надо Было Задавать Его Такого Простетскому Но доброму Попику Ясно Что Не Ответит По Одному Виду Определишь Отец Арсений Как То Выпрямился Внешне Даже Изменился И Згновно Профессор Произнес Взгляд На Взгляд На Русское Изобразительное Искусство И Архитектуру Существует Самый Различный Много По Этому Поводу Высказано Разных Мыслей И Вы Профессор По Этому Поводу Много Писали И Говорили Но Ряд Ваших Положений Глубоко Ошибочен Противоречив И Откровенно Говоря Конъюнктурен То Что Вы Сейчас Говорили Значительно Ближе К Ваших И Книгах Вы Считаете Что Русское Изобразительное Искусство Развивалось Только На Народной Основе Почти Отрицаете Влияние На Него Православие И В основном Придерживаетесь Мнений Что Только Экономические Социальные Факторы А Недуховное Начало Русского Народа И Благотворное Влияние Христианства Оказали На Него Влияние На Живопись И Архитектуру Лично Я Профессор Держусь Другого Мнения О Путях Развития Древней Русской Живописи Архитектуры Так Как Считаю Что Влияние Православия На Русский Народ И Его Культуру Было Решающим Фактором Начиная С Девятого По Восемнадцатый Век Восприняв В девятом Веке Византийскую Культуру Русское Духовенство Русское Иночество Понесло Передало Ее В виде Книг Живописи Икон Первых Образцов Возведенных Греками Храмов Строя Богослужений Описание Жития Святых Русскому Народу И Все Это Оказало Решающее Влияние На Дальнейшее Развитие Всей Русской Культуры Вы Упомянули Икону Владимирской Божией Матери А разве Этот Образ Как и Другие Произведения Живописи Пришедшие К нам От греков Не Явились Той Основой На которой В дальнейшем Расцвела Иконопись И Живопись Любое Творение Русской Иконописной Школы Неразрывно Связано С душой Художника С душой Верующего Прибегающего К иконе Как к духовному Символическому Изображению Господа Матери Божией Или Святых Его Русский Человек Приходил К иконе Не как К идолу А как К символу В котором Видел Подразумевал И представлял Духовный И внутренний Образ Запечатленный В виде Изображения В этом Существенном Символе Осуществленном Видел Православный Христианин Образ Того Кому Прибегала Душа Его В горестной Или Радостной Молитве Русский Живописец С молитвой И постом Запечатлевал Образ Господа Божией Матери Святых И недаром Русский Народ Хранит Много Прекрасных И дивных Преданий О том Как Создавались Иконы И верит Что Рукою Художника Иконописца Водил Ангел Господень А не Сам Иконописец Русский Человек Приходил К иконе Не как К идолу А как К символу В котором Видел Подразумевал И представлял Духовный И внутренний Образ Запечатленный В виде Изображения В этом Осуществленном Символе Видел Православный Христианин Образ Того Кому Прибегала Душа Его В горестной Или радостной Молитве Русский Иконописец С молитвой И постом Запечатлевал Образ Господа Божией Матери И Святых И Недаром Русский Народ Хранит Много Прекрасных И дивных Преданий О том Как Создавались Иконы И Верит Что Рукою Художника Иконописца Водил Ангел Господень А не Сам Иконописец Древний Древний Разница Веру Интеллигентов Замерла Профессор Умел Показать В В Миру Потому Бей попик Блаженненький Товарищи Произнес Кто-то Из Слушавших Интеллигентов И все Стали Молча Расходить Авсеенков Заметил Что С этого Момента Интеллигенция Барака И лагеря Стала Смотреть И Относиться К отцу Арсений Совершенно По-другому Понятие Бог Наука Интеллигент Для многих Стало Сближаться Авсеенков Бывший Старым Идейным Коммунистом И почти Фанатично Веревшим В идеи Марксизма В первый Год жизни В особом Пытался Жить Обособленно От окружающих Его людей Но потом Сблизился С некоторыми Из них Но Увидя Что мысли Бывших Коммунистов В основном Были Направлены Только на Желание Вернуться К прежней Удобной Жизни И совершенно Были Свободны От идеи Добиться Справедливости И бороться Против Произвола Сталина Отошел От этих Людей Свою Прежнюю Жизнь Авсеенков Пересмотрел И понял Что давно Растерял Идеи Их Заменили Приказы Стандартные Прописные Истины И циркуляры Связь С живым Народом Масса И людей Он Утерял Доклады И газетные Статьи Вот Что Заменило Ему Живого Человека Соприкасаясь С заключенными Увидел Авсеенков Жизнь Подлинную Невыдуманную Настоящую Авсеенков Тянулся К отцу Арсению Его Необычное Отношение Ко всем Безразличие Людям Сердечность Доброта Постоянно Оказываемая Всем Помощь В любых Ее формах И как Теперь он Узнал Глубокая Интеллигентность И образованность Покорили Его Беспредельная Вера В Бога Постоянная Молитва Вначале Отталкивали Его От отца Арсения Но в то же Время Что-то Необъяснимое Притягивало Его С отцом Арсением Чувствовал Он себя Хорошо Трудности Тоска Лагерный Гнет Сглаживались Почему Он Не понимал Садиков Иван Александрович Оказался Старым И Известным Уголовником Был он Человек Властный Жесткий Уголовную Братью Знал Хорошо И скоро Подчинил Себе Весь Барак И конечно Установил Связь Со всеми Уголовниками Лагеря Слово 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 Было Законом Боялись Его Но В дела Барака Вмешивался Он Мало И Как-то Стороной В первые Месяцы После своей Болезни Отдалился Он От отца Арсения И Вроде бы Замечать Не стал Но Повредив Как-то Себе Сильно Ногу Пролежал Пять Дней В Бараке Рана Стала Загнивать И Создалась Опасность Потери Ноги Освобождение Продолжали Давать Но Положение Не улучшилось И вторично Выходил Сазикова Отец Арсений Попробовал Сазиков Дать Отцу Арсению Подачку Но Отец Арсений Улыбнувшись Сказал Не ради Вознаграждения Вам Человека Ради Вас Самого Помягчил Сазиков К отцу Арсений Мимоходом Вроде бы Я Своей Жизни Рассказал А Однажды Вдруг Сказал Не Верю Я Людям А Попам Говорят И Совсем Верить Нельзя А Вам Петр Андреевич Верю Не Продадите В Боге Своем Живете Добро Делаете Не Для Своей Выгоды А Ради Людей Мать У меня Такая Же Была Сказал И Пошел Записано По воспоминаниям Аксеенкова Александра Павловича По рассказам Сазикова Ивана Александровича И ряда Других Лиц Бывших В то Время В лагере Прекратите Сие Холода Стояли Страшные Заключенные Сильно Мерзли На работах Обмораживались Приходя В барак После работы Буквально Валились С ног Умирало Много Барак Постоянно Обновлялся Трудно Было Всем Но Особенно Доставалось Политическим Все Вставали Уходили На работу И приходили С работы Озлобленные Вечно Голодные А тут Еще При раздаче Хлеба Уголовники Два дня Подряд Отнимали У политических Весь Паек На второй день К вечеру После кражи После закрытия Барака Произошла В бараке Драка Не на жизнь А на смерть Между уголовниками И политическими Из-за хлеба Во главе Политических Встало Всеенков Несколько Бывших Военных И человек Пять Из интеллигенции А у уголовников Иван Карий Отпетый Бандит Хулиган И многократный Убийца В лагере Убил Не одного Человека Любил Играть В карты На жизнь Человеческую Политические Требуют Справедливости И порядка А уголовники Со смехом Отвечают Брали И брать Будем Прекрасно Понимая Что лагерная Администрация Не встанет На защиту Политических А молчаливо Одобрит Эти кражи Сперва Началась Кулачная Драка А потом В ход Пошли Поленья А некоторые Уголовники Достали Ножи В лагере Они запрещались Их постоянно Искали Беспрерывно Обыскивали Заключенных Но почти Никогда Ножи Не находили Порезали Одного Военного Несколько Политическим Тяжело Повредили Головы Уголовники Уголовники Действуют Сообща А основная Масса Политических Только кричит Боясь Помочь Своим Уголовники Бьют Жестоко Одолевают Политических Кругом Льется Кровь Отец Арсений Бросился К Сазикову И стал Просить Помогите Помогите Иван Александрович Режут Людей Кровь Кругом Господом Богом Прошу Вас Остановите Вас Послушают Сазиков Засмеялся И сказал Меня То Послушают Ты Вот Своим Богом Помоги Смотри Твоего Овсеенкова Иван Карий Сейчас Прирежет Двоих То Уже Уложил Бог Твой Поп Ух Как Далек Смотрит Отец Арсений Кровь На людях Крики Ругань Стоны И так Все Эта Душу Переполнило Болью Застрадания Людей Что Подняв Руки Свои Он Пошел В самую Гущу Свалки И Голосом Ясным И Громким Сказал Именем Господа Повелеваю Прекратите Сие Уймитесь И Положив На всех Крестное Знамение Тихо Произнес Помогите Раненым И Пошел К своим Наром Стоит Весь Какой-то Озаренный И Словно Ничего Не Слышит И Не Видит Не Слышит Как Кладут У выхода Из Барака Мертвых Помогают Раненым Стоит Простите 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 Что Смеялся Над Вами Дня Через два Придя С работы Подошел Овсеен Кавказу Арсений И Сказал Спасибо Вам Спасли Вы Меня Спасли Бесконечно Истощение Организма Как у всех Заключенных Было Предельным Но держался И духом Не падал В бараке Населенном Самыми Разными Людьми По своим Характерам Жизни И Настроением И При этом Обреченными На смерть Измученными Озлобленными И ожесточенными Отец Арсений Стал Для Очень Многих Связующим Изближающим Началом Смягчающим Тяжесть Лагерной Жизни Добротой Своей Теплым Ласковым Словом Согревал Он Многим Душу И Был ли То Верующий Коммунист Уголовник Или Какой-либо Другой Заключенный Для каждого Из них Находил Он Необходимое Только Этому Человеку Слово И Оно Проникало В душу Помогало Жить Заставляло Надеяться На Лучшее Вело К совершению Добра Как-то Произошло Незаметно Что Носазиков И Овсеенков Сблизились Казалось Что Что Было Общего Между Уголовником И Бывшим Членом Коллегии Их Невидимо Можно Сказать Соединял Отец Арсений Записано По рассказам Овсеенкова Офицера Зорина Глебова Сазикова Вызов Майора Надзиратель Веселый Днем Когда Барак Бывал Пуст Отец Арсений Топил Печи Или Убирал Барак Стал Часто Проводить Поверку Барака И Придирался Ко всему А в этот день Зайдя Раза три Беспрерывно Матерился И ударил Его По лицу Грозился И пугал А к вечеру Отца Арсения Вызвали В особый Отдел Вызов К вечеру Считался Плохим Вызовом Каким-то Признаком Говорили Что Начальником Особого Отдела Назначили Нового Майора Особый Отдел В лагере Особого Режима Был Страшен Заключенным Вызовы В особый Отдел Всегда Сопровождались Неприятностями Снимали Допросы По какому Либо Дополнительному Делу Заставляли Стать Сексотом Секретным Сотрудником И за Отказ Били Несщадно Били И при Допросах Единственное Когда они Били Это при Зачитывании Постановления Об увеличении Срока Заключения Заключенные Боялись Особого Отдела Работало В нем Человек 25 Сотрудников В основном Проштрафившиеся Где-то На службе В органах И переведенные Служить В отдаленные Лагеря Для известного Рода Исправления Было Много Из них Сильно Пьющих Допросы Вести Умели Били С умением Признаешься Во всем Отца Арсения Принимал В кавычках Лейтенант Лет 27 Началось Как всегда С шаблонных Вопросов Имя Отчество Фамилия Статья По которой Осужден Крики Все знаем Давай Рассказывай Угрозы После чего Предъявлялась Главная Цель вызова Давай Показания Своей агитации В лагере Ответив На стандартный Вопрос Отец Арсений Замолчал И стал Молиться Лейтенант Гнусно Матерился Бил кулаком По столу Грозил А потом Встав Сказал Сейчас Через майора Пропустим Заговоришь И выругавшись Вышел Минут Через десять Вернулся И повел К майору Начальнику Особого отдела Отец Арсений Зная Лагерные Порядки Понял Что Дело Его Плохо Оставьте Нас Приказал Майор Взял Дело И протокол Допроса Лейтенант Вышел Майор Встал Плотно Закрыл Дверь Кабинета Вернулся Сел Вернулся В кресло И стал Читать Дело Отца Арсения Отец Арсений Стоял И молился Господи Помилуй Мя Грешного Майор Посмотрел Дело И вдруг Неожиданно Простым Доброжелательным Тоном Сказал Садитесь Петр Андреевич Это я Приказал Вас Вызвать Отец Арсений Сел Повторяя Про себя Господи Помилуй Мя Грешного Уповая На Тебя И при этом Подумал Сейчас Начнется Майор Помолчал Полистал Еще раз Дело Посмотрел На отца Арсения И на Вклеенную В дело Фотографию Отстегнул Пуговицу Верхнего Кармана Кителя И достал Сложенный Листок Бумаги Возьмите Записка Вам От Веры Даниловны Жива И здорова Прочтите Дорогой Отец Арсений Милость Господа Не имеет Пределов Он Сохранил Вас Ничему Не удивляйтесь Доверьтесь Молитесь О нас Грешных Бог Многих Сохранил Из нас Молите Бога О нас Вера Почерк Был Веры Даниловны Сестры Веры Одной Из самых Близких Духовных Дочерей Отца Арсения Сомнений В том Что писала Именно Она Быть Не могло Так Как Когда-то Условили Что при Писании Особо Важных Писем В слове Молите Одна Из букв Вы Делалась Измененной Господи Господи Благодарю Что Что Дал Мне Узнать О Детях Моих Благодарю Господи За Милость Майор Взял Записку Из рук Отца Арсения И Сжег Оба Молчали Отец Арсений От волнений Неожиданности А Также От Непонятности Происходящего Майор Молчал Понимая Состояние Отца Арсения Понимая Что Он Ошеломлен Смотря На Отца Арсения Майор Видел Перед Собой Измученного Старика С Небольшой Бородкой Обритого Наголо В телогрейке Старой Изолатанной И ватных Брюках Из Лежащего Перед Ним Дела Майор Знал Что Прошлое Старика Большое Выходец Из семьи Известного Ученого Окончил Московский Университет Известен В Союзе И за рубежом Как блестящий Искусствовед Автор Глубоких Исследований По древней Русской Живописи И архитектуре И одновременно Иэрос Химонах Руководитель Большой И сильной Общины Которая Как предполагали Органы Не распалась Даже после Его ареста И этот Старик Живя на свободе Мог совмещать Глубокую веру С наукой И в книгах Своих Прославлял Красоту Родины И призывал Любить Ее Сейчас Майор Видел Что все Это Умерло В сидящем Перед ним Человеке Он Растоптан И сломлен Смерть Скоро Придет К нему Она Не заставит Себя Ждать Просьба Жены Которую Майор Беспредельно Любил И всегда Прислушивался К ее советам А также Просьба Веры Даниловны Оказавшей В прошлом Немалую помощь Его жене И дочери Побудили Майора Взять За это Рискованное Поручение Вера Даниловна Была Врач И случилось Так Что Жизнь Самых Близких Майор Людей Сохранилась Благодаря Самоотверженной И бескорыстной Ее помощи В условиях Взаимных Доносов И слежки Помощь Со стороны Майора Была для него Самого Крайне Опасной Но была Еще одна Причина Побудившая Его связаться В лагере С отцом Арсением Отец Арсений Молился И казалось Так ушел В себя Что не видел Майора Кабинета В котором Находился Забыл Обо всем Но вдруг Подняв Глаза И смотря На майора Спокойно Сказал Благодарю За весть Эту добрую Именем Господа Благодарю И майор Взглянув В глаза Арсений Понял Что не Старик Перед ним Изможденный А какой-то Особый Человек Необычный И годы Лагерной Жизни Не согнули А увеличили Силу Его Духа Ибо Глаза Царсения Излучали Силу И свет Никогда До того Не виданные Майором И в силе И свете Были Бесконечная Доброта И великое Знание Души Человеческой Майор Понял Почувствовал Что Взгляни Он Отец Арсений На любого Человека Скажет Ему И будет Так Как Хочет Отец Арсений Повелит И любые Отворятся Ворота И спадут Запоры Самое Сокровенное Майор Поклонился Время 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 Вам Время Бог Время 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 Не Время Сокровения надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен. Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович разжалованный теперь в майоры здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются и не один заход к главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает, пусть посидит, а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович, идейный, прямой, а таких не любят. Давали указания умрать, но главной санкции не дал. Пытается окольными путями через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карева толкают на это. Передайте Александру Павловичу записку от жены, это его поддержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома. Доноса на него строчит, тоже в вашем бараке живет. Протокол вам надо подписать. Идите, напишу при следующей встрече. Улыбнулся отец Арсений, взял чистый лис и подписал «Впишите, что надо». Майор встал, подошел к отцу Арсения и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал «Помните меня». Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, вошел отец Арсений в свой барак и лег на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы «Благодаря Богу» и повторяя «Господи, слава же дела Твои, благодарю, что показал мне великую милость Твою, помилуй меня, Боже». В лагерях был заведенный порядок. Вызвали заключенного в особый отдел, пришел оттуда, не расспрашивая и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он, о нем спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь отец Арсений, промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божией Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами. Надзиратель веселый, Пупков, раза два забегал в барак, оглядывал все бегающим взглядом, потом спросил, «Ну что, поп, не добили тебя в особом?» и засмеявшись вышел. Вечером после прихода заключенных с работы и получения пайки отец Арсений обратился к Авсеенкову, «Александр Петрович, помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею». Теперь у отца Арсения заранее нарубленные дрова не воровали, барак за этим смотрел. Времени до поверки оставалось немногим более часа, а фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, тут отец Арсений сказал, «Полено буду передавать, записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу». «Какую записку?» Апешев спросил Авсеенков. «Какую?» Схватил и стал деревянным клином колоть поленье, потом встал под фонарь, будто разглядывал полено и стал читать записку. Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал, «Проглотите записку» и добавил, «Возьмите себя в руки». Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов, рассказал, что из генералов в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Авсеенкова. Петр Андреевич, отец Арсений, «Не верю я в Бога, а здесь начинаю верить. Надо верить». Письмо от Катерины получил от жены и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека. «Помочь хочет». Это приписка смерти подобна, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. «Есть еще люди и там на воле, не все еще в подлости утонули». Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит. «А тут вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне, многим». «Смотрите, каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчел и верит вам во всем. Вы не видите, а я вижу». «Нет». «Не вы, а верно Бог ваш все это делает вашими руками». «Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу, есть он, Бог, есть». Внесли дрова в барак, Сазиков слез с нары, тоже подошел помогать. Отец Арсений рассказал Сазику, какой разговор был с начальником особого отдела, что хотят Овсеенкова руками уголовникам убрать, и попросил, «Помогите, Серафим Александрович». Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал отец Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков. Изменился он сильно. «Редкий случай», сказал Сазиков, «Поможем, убережем Александра Павловича, человек он хороший, стоящий, убережем, не бойтесь, у нас тоже свои секреты есть, ребятам скажу, убережем». Записано по рассказам Овсеенкова, Обросимова, Сазикова и кратких воспоминаний отца Арсения. Жизнь идет. Время шло, зима окончилась и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Сынга в разных ее формах охватила почти всех. Лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках. Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро, барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи. Истощенный, еле передвигающийся, отец Арсений по-прежнему помогал людям всем, кому мог. И его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб, подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности. Назирателя Веселого Пупкова давно заменили и послали начальникам лесопункта. Пришел новый назиратель, молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище «Справедливый». Назиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался. Прошло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комаринным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства. Барак уже не топили, и отец Арсений по преклонности лет и слабости здоровья от тяжелых работ был освобожден, но по-прежнему убирал барак территорию вокруг него и чистил выгребные ямы. В особый отдел вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял. Второй раз запросив, отвел к майору. Тот был встревожен, нервничал и сказал, трудное время сейчас, строгости усилились, друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову, не знаю, просто сказать боюсь. Но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте. Не забыт он в Москве протокол допроса. Подпишите. Заранее написал. Делаются кругом дела страшные и я тоже их посудник. Записку отец Арсений передал Авсеенкову и тот опять воспрянул духом. Спешите делать добро. В последнее время отец Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его иногда казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитв, и вдруг он радостный и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда внутренно углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие общаясь с ним видели, что душа отца Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божьем, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро. Оказывая помощь человеку, отец Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает и ждет благодарности. Оказалось не то. Потом стали его назвать блаженненький, и это оказалось не то. Большинство поняли его. Изменился барак по отношению к отцу Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению отца Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался мракобесом. Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь отца Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере. Уголовники защищали отца Арсения и относились к нему уважительно по-своему. Если кто-либо из пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи отца Арсения. Они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, отец Арсений никого не боялся. Где двое или трое собраны во имя мое. В одну из зим поступил в барак с этапа юноша лет двадцати трех. Студент, осужденный на двадцать лет по пятьдесят восьмой статье. Лагерным житейским премудростям еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал в особый из бутырок. Молодой, зеленый, еще плохо понимавшись, что с ним произошло, попав в особый, сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не износился еще по этапам. Увидели его уголовники во главе с Иваном Карем и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может. Даже Саазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон! на кон парня поставили, молчи, не вмешивайся, вмешался, прирежут. Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался или жил, знали, что если на их барахло играет, сопротивляться нельзя, смерть. Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал, снимай, дружок, барахлишко-то. Ну и началось. Парня Алексеем звали, не понял сперва ничего, думал смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака комедию поставить, стал с усмешкой ласково говорить, а потом бить начал. Алексей сопротивляется, но уж теперь барак знал, что парень будет избить до полусмерти, а может быть и забить насмерть, но концерт большой будет. Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает. Отец Арсений во время концерта этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начало не видел. А тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студент Алешку насмерть забивает, Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет и бьет конец парню. Отец Арсений дрова молча положил перед печью, спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карева за руку. Тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Топ, традицию нарушил, в драку ввязался, да за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий отца Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет. Бросил Карий Алешку бить и проговорил, ну поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя. Заключенные растерялись, вступись, все уголовники как один поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке. Что случилось? Никто толком понять не мог. Но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый отец Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карева от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо. И в этот момент многие засмеялись, а отец Арсений подошел к Алексею и сказал пойди Алеша умойся не тронет тебя больше никто. И будто бы ничего не случилось пошел укладывать дрова. Опешили все. Карий стал уголовники молчат поняли что Карий свое лицо потерял перед всем бараком. Кто-то кров по полу ногой растер нож поднял. У Алешки лицо разбито ухо надорвано один глаз совсем закрылся другой багровый молчат все. Не сдобровать теперь отцу Арсению и Алексею прирежут уголовники. Обязательно прирежут. Случилось однако иначе. Уголовники поступок отца Арсения расценили по-своему видя в нем человека смелого и главное необыкновенного. Не побоялся Карева с ножом в руках которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность отца Арсения давно знали. Карик к своему лежаку ушел с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддерживают, раз сразу не поддержали. Прошла ночь. Утром на работу пошли, отец Арсений делами по бараку занялся. Топит печь, убирает грязь, скребет. Вечером заключенные пришли с работы и вдруг перед самым закрытием барака влетает с несколькими надзирателем начальник по режиму. Встать в шеренгу, заорал, сразу вскочили, стоят. А начальник пошел вдоль шеренги, дошел до отца Арсений и начал бить. А Алексея надзиратели из шеренги выволокли. За нарушение лагерного режима, за драку попа номер 18376 и Р-281 в холодный карцер номер один на двое суток без жатвы и воды, крикнул начальник. Донес, наклепал карий, а это среди уголовников считалось самым последним позорным делом. Карцер номер один, небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер одиночеки, одна камера на двоих с одним узким лежаком, вернее, доской, шириной сантиметров двадцать. Пол, стены лежака были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более трех четверти метра, длиной два метра. Мороз на улице 30 градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака, смерть это верная. Замерзнут в карцере часа через два. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали. При пяти шести градусах бывало посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все 24 часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться, замерзнешь, тридцать. сейчас минус тридцать. Отец Арсений старик, Лешка избит, оба истощены. Потащили обоих надзиратели. Овсенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальству. Гражданин начальник замерзнут на таком морозе, нельзя их в тот карцер, умрут там. Надзиратели нападали обоим, так что от одного конца барака до другого очумелые летели. Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилецом в бараке свои же за донос пришьют. Привели отца Арсения Алексея в карцер втолкнули. Упали оба, разбились кто обо что. Остались в темноте, поднялся отец Арсений и проговорил. Ну вот и привел Господь вместе жить, холодно, холодно, Алеша, железо кругом. За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги. И в наступившей тишине холод схватил, сжал их обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, ее молочный свет слабо освещал карцер. Замерзем отец Арсений, простонав Алексей, из-за меня замерз нем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать все двое суток. Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает, ноги окоченели, так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам отец Арсений. Это не люди, правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел. Отец Арсений молчал. Алексей попробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через два-три. Для этого их и послали сюда. Что вы молчите? Что вы молчите? Отец Арсений почти кричал Алексей. И как будто пробиваясь сквозь дремоту, от кого-то издалека прозвучал ответ. Молюсь Богу, Алексей. О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем? Проговорил Алексей. И замолк. Одним из с тобой, Алеша. Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз запустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться. А там воля Господня. Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума отец Арсений. А тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и в полголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченели полностью. Сил двигаться не было. Замерзал Алексей, ему стало безразлично. Отец Арсений замолк. И вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые отцом Арсением слова и понял, это молитва. В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение сознания наступающей смерти, боли от побоев и холода. Сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова. Господи Боже, помилуй нас грешных, многомилостиве и всемилостиве, Боже наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелого платился и си, якода спасеш и всех. По неизреченной Твоей милости спаси и помилуй нас и отведи от лютой смерти, ибо веруем в Тя, як от и Бог наш и Создатель наш. И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера. Алексей стал слушаться слова молитвы, в начале смыслых смутно доходил до Него, было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливо осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от леденящего сердца страх и соединяла со стоящим с ним рядом стариком отцом Арсением. «Господи Господи Боже Наши Иисусе Христе, Ты рекл истепречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, да, она будет им Отцом Твоим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И Алексей повторял «Да, она будет Отцом Твоим Небесным, Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал или сидел на полу или стоял, он не сознавал. Все леденело. Но вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, осыпенение тела, боли отбоев, страх исчезли. Голос отца Арсения наполнял карцер. «Да карцер там я посреди них. Кто же может быть здесь? Посреди нас кто?» Алексей обернулся к отцу Арсению и удивился. «Все кругом изменилось, преобразилось!» Пришла мучительная мысль. «Брежу, конец, замерзаю». Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и отец Арсения, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежда отца Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви. Слова молитв, читаемые отцом Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли. Было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь. Но как они сюда попали, почему еще кто-то здесь рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необыкновенным белым светом. Лица этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны. Молитва заполнила все существо Алексея. Он поднялся, встал за отцом Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил отец Арсений, повторял Алексей и не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что отец Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться. Ощущение, что Бог есть, что он сейчас с ними пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, эти двое были его слуги, посланные им помогать отцу Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос отца Арсения и его присутствие возвращали к действительности. Сколько прошло времени, Алексей не знал, но отец Арсений обернулся и сказал «Пойди, Алеша, ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь». Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо, согласятся, просить о всяком деле, дано будет Отцом моим небесным. на тысячи ладов откликалось его сердце словами «Собранным во имя мое». Да, да, мы не одни, временами думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать, и как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать «Мама, ты слышишь, как молится отец Арсений? Я узнал, что есть Бог, я верю в Него». Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила «Алешенька, когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить». Было хорошо, ужасно исчезло. Мать и отец Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили и согрели душу и вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с отцом Арсением, всегда быть с ним. Лежа на полу у ног отца Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полузабытия прекрасные слова молитв. было беспредельно хорошо, отец Арсений молился, а двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему. И, казалось, удивлялись, как молится этот человек. Сейчас он ничего не просил у Бога, а славил его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва отца Арсения, и сколько времени лежал в полузабытии Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно слова молитв, согревающий и радостный свет, молящийся отец Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем несравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла. Били подверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса, Алексей открыл глаза, отец Арсений еще молился, двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли, ослепительный свет постепенно исчезал и наконец карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным. Вставай Алексей, пришли, сказал отец Арсений Алексей стал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник особого отдела Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью, это недопустимо, могут сообщить в Москву, кто знает, как на это посмотрят. Мороженое трупы несовременно. Карцеры стояли, старик в тело грейки, парень в разорванной одежде с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лица того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем иния. «Живы?» с удивлением спросил начальник лагеря. «Как же вы тут прожили двое суток?» «Живы, гражданин начальник лагеря», ответил отец Арсений. Стоящие удивленно переглянулись. «Обыскать» бросил начлага. «Выходи!» крикнул один из пришедших надзирателей. Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки стали обыскивать. Врач также сняв перчатку засунул руку под одежду отца Арсения и Алексея и задумчиво никому не обращаясь сказал удивительно «Как могли выжить?» «Действительно теплые». Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил «Чем согревались?» И отец Арсений ответил «Верой в Бога и молитвой». «Фанатики!» «Быстро в барак!» раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя Алексей слышал спор возникший между пришедшими. Последняя фраза дошедшая до его слуха была «Поразительно!» «Необычный случай!» «Они должны были прожить при таком морозе не более четырех часов!» «Это поразительно!» «Невероятно!» «Учитывая тридцати градусный мороз!» «Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму!» «Могли быть крупные неприятности!» Барак встретил отца Арсения Алексея как воскресших из мертвых. И только все спрашивали «Чем спасались?» «На что оба отвечали «Бог спас!» Ивана Карева через неделю перевели в другой барак А еще через неделю придавило его породой Умирал мучительно Ходили слухи что своя братва помогла породе придавить его Алексей после карцера переродился привязался к отцу Арсению и всех верующих находящихся в бараке расспрашивал о Боге о православных службах записано со слов Алексея и некоторых очевидцев по бараку Надзиратель справедливый Надзирателя веселого сменили и вместо него назначили нового которому за неукоснительное требование по выполнению лагерных правил но справедливое отношение к заключенным дали прозвище справедливый к отцу Арсению новый надзиратель относился безразлично и если находил какие-либо неполадки то говорил насмешливо службу службу батюшка надо исправно править скажет и пойдет а через час зайдет проверить летом со справедливым произошел необычный случай пошел он осматривать бараки территорию вокруг них а отец Арсений в это время подметал дорожки между бараками прошел справедливый по баракам остановился на одной дорожке вынул что-то из кармана бокового раскрыл бумажник посмотрел положил назад и пошел дальше отец Арсений подметая дорожки дошел до того места где стоял надзиратель и увидел что на земле валяется красная книжечка поднял а это оказался партийный билет справедливого отец Арсений поднял билет положил в карман телогрейки закончил подметать и пошел убирать барак но поглядывает в окно не идет ли надзиратель часа через два бежит справедливый сам не свой отец Арсений вышел из барака и пошел ему навстречу потерять партийный билет да еще в лагере было бы для надзирателя в то время подобно смерти справедливый все это понимал бежит справедливый по лагерным дорожкам лицо от расстройства почернело под ноги смотрит и все вокруг внимательно осматривает а народ по дорожкам уже ходил отец Арсений подошел к надзирателю и сказал гражданин надзиратель разрешите обратиться лицо справедливо перекосилось от злости он закричал прочь поп за роги и даже размахнулся для удара отец Арсений молча подал ему билет и пошел в барак справедливый билет схватил и закричал стой и подойдя спросил ну кто видел никто не видел гражданин надзиратель нашел на дорожке часа два тому назад повернулся справедливый и пошел ничего вроде бы не изменилось но стал надзиратель с отца Арсения все строже спрашивать и подумалось уж не хочет ли справедливый убрать отца Арсения как нежелательного свидетеля в лагерях такие дела просто делались убил надзирателя заключенного а докладывает начальству напал на меня и благодарность еще за бдительность получит убрать заключенного в лагере существовало тысяча разных способов и все они были безнаказанными время шло мать мать не оставь не оставь в основу написанного здесь положено воспоминание отца Арсения рассказано им самим близким своим духовным детям а также и мне мои послелагерные встречи с Авсеенком с Азиком и Алексеем студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего так как эти люди присутствовали при физической смерти отца Арсения в бараке а также были очевидцами его возвращения к жизни написав все это я счел необходимым показать рукопись отцу Арсения он прочтя ее долго молчал и на мои вопросы разве что не так разве неправильно ответил великую милость явили мне Господь и Матерь Божия показав самая сокровенная и великая душу человеческую исполненную верой любви и добра показали что никогда не оскудеет вера и множество людей несет ее в себе одни пламенные другие трепетные иные несут в себе искру и необходимым является приход пастыря чтобы возгорелась малая искра в неугасимом пламени веры показал Господь что люди несущие веру и особенно пастыри душ человеческих должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха и основой борьбы за душу является любовь добро и помощь ближнему своему оказываемое не ради себя а ради брата своего по отношению человека люди судят о вере о Христе ибо сказано отдел своих оправдаешься и отдел своих осудишься и еще сказано друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов то что произошло со мною было для меня величайшим уроком наставлением и поставила меня на свое место будучи много лет в лагерях и сохраняемые в них милостью Божией подумалось мне что верой я силен и когда умер то показал мне Господь и Матерь Божия что не достоин я даже коснуться одежды многих людей находящихся в заключение и должен учиться и учиться у них смирил меня Господь поставил на место которое должен я был занимать показал глубокое мое несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений исправил ли я их только Господи помоги мне сказав это отец Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее читая после просмотра написанное я увидел внесенное им исправление и дописанные места вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадь отдавая мне рукопись отец Арсений сказал пока я жив не показывайте никому а умру тогда и читать можно жарко и изнурительное лето вечно жужжащего гнуса сменила промозглая дождливая и холодная осень землю попеременно охватывала мороз то потоки оттаявшей грязи в бараке было сыро и холодно и поэтому по особенному тяжко одежда на заключенных неделями не просыхала мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа ежедневно в бараке умирало по 3-5 человек дошла очередь и до отца Арсения слег он температура за 40 озноб кашель мокрота сердце отказывается работать в особом при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали вот если ногу руку отрезала или сломали голова пробита то клали на излечение а при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке в лагерях закон на ногах стоишь работой упал докажи что не симулянт доказал будут лечить если начальство одобрит а еще в лагере установлен план выработки на каждого заключенного начальство за перевыполнение плана ежемесячной премии получает заключенный хотя этого и не видит но за ним идет контроль рублем начальство обязано соблюдать лагерный режим так что телящей нежести разводить некогда заболел заключенный температура высокая надо у назирателя воспитателя просить разрешение чтобы идти в санчасть там температуру замерят если ниже 39 градусов то топай на работу а заспоришь в карцер засадит и назиратель в морду даст для повышения твоей сознательности если температура выше 39 лежи в бараке но каждый день являйся в санчасть когда же лежишь в бараке без памяти по вызову старшего по бараку придет фельдшер с мерять температуру бросит лекарство ну тогда лежи выкарабкивайся но не прозевай когда температура упадет до 38 в общем закон ходить можешь то иди лучше работать с лагерными врачами не связывайся врачи в особом вольнонаемные дело свое хорошо знали чуть что крик симулянт марш на работу в карцер пошлю в лагере среди заключенных врачей было много но работать по специальности им не разрешали а использовали на общих работах и при этом тяжелых когда заболел отец Арсений то на третий день врач из заключенных осмотрел его позвал для консультации профессора легочника тот тоже прослушал постояли поговорили между собой и сказали Овсеенкову у больного общее воспаление легких полное истощение а витаминоз сердце изношено дела его плохи вряд ли проживет больше двух дней нужны лекарства кислород уход но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет отец Арсений почти старик в особом не один год за это время барак не один раз обновлялся из старожилов осталось человек 10-12 глядя на старожилов начальство лагерное и сами заключенные удивлялись как и почему эти патриархи барака еще живы вызвали через надзирателя фельдшера осмотрелся Арсения издалека с расстояния двух метров бросил аспирин градусник дала всеенков чтобы тот измерил температуру отцу Арсению посмотрел что сорок с лишним и сказав грипп ушел отцу Арсению все хуже и хуже друзья видят что пришел его черед умирать пытаются спасти окольными путями поставили в больницу ходока включились в помощь дружки из уголовников обхаживают надзирателей где-то достали сухую горчицу малину несли все что могли ходок проникший через верных людей в больницу просит помощи лекарства рассказывает что с отцом Арсением врач ходока выслушал и спросил сколько лет зэку и в лагере который год ходок объясняет что больному 49 и в особом 3 года врач на это только ответил вы что думаете что лагерь особого режима санаторий и зэки в нем до 100 лет должны жить ваш больной рекордсмен 3 года прожил пора и честь знать лекарств нет для фронта нужны температура поднималась все чаще и чаще исчезало сознание а все инков аспирином с малиной отца Арсения поет сазиков тряпку горчицой обмазал положил на грудь и спину врачи из заключенных придя с работы тоже помогают чем могут но отцу Арсению становится все хуже и хуже затихать временами стал умирает смерть в лагере дело обычное привыкли все к ней а тут все как один человек как-то по-особому переживали и с конца в конец только и слышалось умирает отец Арсений умирает Петр Андреевич ибо для каждого сделал что-то хорошее доброе уходил человек необычный понимали это и политические и уголовники фраза в скобках включена мною и воспоминания только после смерти отца Арсения и принадлежит Сазикову Алексею студенту молится и молится отец Арсений чувствует помощь друзей своих но постепенно стал затихать отходит проговорил кто-то затих отец Арсений сам чувствует что умирает барак Сазиков Авсенков Алексей врач Борис Петрович все куда-то ушло провалилось пропало через какое-то время отец Арсений почувствовал необычайную легкость охватившую его и услышал что его окружает тишина спокойствие пришло к нему одышка мокрота заливавшая горло жар сжигавший тело слабость и беспомощность исчезли он чувствовал себя здоровым и бодрым сейчас отец Арсений стоял около своих нар а на них лежал худой истощенный небритый почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами около лежащего стояли Овсеенков Сазиков Алексея еще несколько заключенных знаемых и любимых отцом Арсением отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал что это же лежит он отец Арсений друзья собравшиеся около нара огромный барак с его многочисленным населением обширный лагерь вдруг стали как-то особенно видны отцу Арсению и он понял что сейчас видит не только физический облик людей но и душу их сквозь охвативши его тишину он видел движение заключенных не слышал но почему-то отчетливо понимал что говорили и думали эти люди со страхом понял отец Арсений что видит состояние и содержание каждой души человеческой но однако он уже не был с этими людьми он уже не жил в этом мире из которого только что ушел невидимая черта четко отделяла его от этого мира и эту невидимую черту он не мог преодолеть вот Сазиков поднес кружку с водой к его губам пытался влить в рот но не смог вода облила лицо что-то говорили между собой Овсеенков Алексей и другие стоящие люди отец Арсений стоя в ногах своего собственного тела смотрел на себя и окружающих людей как посторонний и вдруг понял что душа его покинула тело и он и Ирей Арсений физически умер отец Арсений растерянно оглянулся барак уходил в темноту но где-то в темноте далеко далеко горел ослепительный свет сосредоточившись отец Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие понял что надо куда-то идти и пошел к ослепительному свету но сделав несколько шагов вернулся в барак подошел к своим нарам и смотря на Алексея Александра Павловича Иванова Сазикова и многих других с кем проходил в лагере тернистый путь страданий понял что не может оставить этих людей не может уйти от них став на колени он стал молиться умоляя Господа не оставить Алексея Овсенкова Александра Федора Сазикова и всех тех с кем он жил в лагере Господи Господи не оставь их помоги и спаси взывал он и особенно просил Матерь Божия умолял ее не покинуть не оставить милостью своей заключенных особого молясь плача умоляя и взывая ко Господу Матери Божией святым просил Отец Арсений милости но все было безмолвным и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором Иерея Арсения как-то особенно весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел Отец Арсений как бы изнутри каждый человек нес в себе душу которая сейчас была ощутимо видна для отца Арсения у одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих у других как у Сазикова и Овсеенкова горела небольшим но все разгорающимся огнем у некоторых искры веры тлели и нужен был только приход пастыря чтобы раздуть их в пламень но были люди у которых душа была темной мрачной без малейшего намека на искру света всматривая всматриваясь сейчас в души людей раскрывшиеся ему по велению Божию отец Арсений испытал величайшее волнение господи господи я жил среди этих людей не замечал и невидимы были они мне сколько прекрасного несут они в себе сколько здесь настоящих подвижников веры нашедших себя среди окружающего мрака и невыносимых человеческих страданий и не только нашедших себя для себя но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям помогают всем своим делом и словом господи где же я был ослепленный своей гордостью и малое делание мое принявший за большое отец Арсений видел что свет веры горел не только у заключенных но было у некоторых людей охраны и администрации и по мере сил своих и возможностей совершавших добро а для них это было большим подвигом к чему все это пронеслось в мыслях отца Арсения к чему он стоял всматриваясь в духовный мир людей с которыми он постоянно жил общался говорил или видел и каким неожиданным многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним люди казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными несли в себе столько веры столько неисчерпаемой любви к окружающим совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест а он отец Арсений живя с ними рядом он и романах Арсений видел только около себя и не заметил не увидел этого не нашел общения с этими людьми господи господи где же был я прости помилуй меня что я только видел себя и обольщался собой мало верил в людей склонившись отец Арсений долго молился поднявшись с колен он увидел что стоит еще в лагере но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло пропали и нары и барак отец Арсений стоял у выхода из лагеря кинжальные лучи прожекторов пробегали по территории его у ворот стояли часовые была ночь лагер спал обернувшись к лагерю отец Арсений благословил его и стал молиться о тех кто оставался в нем господи как я оставлю их как буду без них не оставив всех здесь живущих своей милостью помоги им и опустившись на колени в снег стал молиться было холодно ветер бросал снег а отец Арсений стоял и ничего не чувствовал он долго молился и поднявшись с колен вышел из лагеря миновал охрану и пошел по дороге в темные ночи где-то далеко далеко горел яркий зовущий свет вот к нему и пошел отец Арсений шел легко спокойно миновал лес поселок и вдруг вошел в свой город где была его именно его церковь церковь где он начинал служение церковь храм в который он вложил вместе со своими духовными детьми много сил чтобы восстановить старинное древнее ее великолепие что это господи почему я здесь проговорил он про себя и вошел в церковь первое что он увидел была икона Божьей Матери та древняя чудотворная икона скорбный лик который проникновенно и внимательно взирал на приходящих к ней церкви все было та же как он когда-то оставил ее но сейчас она была полна народа причем собравшихся было необычно много лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божьей Матери отец Арсений пошел к алтарю молящиеся раступились образуя проход и он с восторгом и благоговением смотря на иконы как-то особенно легко шел вперед войдя в алтарь стал приготовляться к служению хотел снять телогрейку чтобы одеть облачение но кто-то стоящий рядом повелительно сказал не снимайте это тоже облачение для служения взглянув отец Арсений увидел свою стеганку но она была какая-то сверкающая ослепительно белая надев Епитрахиль он стал совершать служение и удивился алтарь был залит ярким светом вся церковь светилась иконы как-то особенно выглядели на стенах и казалось ожили молящихся было много и они все углубились в молитвы при этом лица их были радостными совершая обедню отец Арсений увидел что вместе с ним служат иеросхимонах Герман иерея Амвроси и дьякон Петр и еще несколько иереев и он отец Арсений знает всех служащих с ним а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иоанн Антоний Борис его духовный отец и друг владыка Феофил и они радостно смотрят на него отца Арсения Господи подумалось отцу Арсению ведь они умерли давно а сейчас здесь хорошо что мы вместе служит отец Арсений а душу его переполняет радость молитва охватывает всего и поднимает ввысь благословляя молящихся увидел отец Арсений что стоящих он тоже знает вот дети его духовные вот прихожане этой церкви а этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях жил когда-то с этими людьми и все эти люди за кого-то молятся просят взглянул отец Арсений на этих людей и отчетливо понял что они как и владыки и священники сослужащие с ним умерли кто давно а кто недавно матерь Божия что же это такое пронеслось в мыслях отца Арсения но не ответив себе на этот вопрос весь ушел в служение и молитву совершает обеднюю отец Арсений и чувствует что сгорает он от радости и тепла внутреннего принял святых тайн окончил служение и припал к образу царицы небесной Владимирской моля о прощении грехов своих призвал он меня мать и божия на суд свой отец небесный ибо умер я не остави меня грешного и буди заступницей ходатайся о душе моей грешной у царя небесного не остави меня на тебя уповаю аз есмь грешен и недостоин молясь о прощении грехов своих просил он матерь божия не оставить своей помощи всех всех кого знал и кто оставался в миру просил за детей своих духовных и за тех кто в лагерях с ним жил и там оставался просил за Алексея студента Сазикова Овсенкова Бросимова Алчесского и многих многих лагерных ушел весь в молитву забыл о времени и так просил царицу небесную что казалось молящиеся в храме слышали его молитву беспрестанно повторяя Мать и Божия не остави их страждущих плакал об оставленных на взрыт заливаясь слезами сжимается ноет сердце отца Арсения как же будут жить друзья его оставленные в лагере знает тяжко им там невыносимо и преподая к иконе Божьей Матери просит и просит не оставить друзей его помочь им облегчить страдания и муки превышающие меру человеческих тягот и вдруг услышал голос исполненный необычайной мягкости отчетливости и в то же время повелительности не пришел еще час смерти твоей Арсений должен ты еще послужить людям Господь посылает тебя помогать детям моим иди и служи не оставлю тебя помощью своею отец Арсений поднял голову взглянул на икону и увидел что Матерь Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее отец Арсений поражен и упал у ног Матери Божией и только повторяет Матерь Божия не оставь их помилуй меня грешного и опять услышал голос подними лицо свое Арсений взгляни на меня и скажи мне что хотел сказать и думал поднял лицо отец Арсений взглянул на Матерь Божию и пораженный добротой ее и величием неземным склонившись низко сказал Матерь Божия Владычеса да исполнится воля твоя и Господа но я стар и немощен смогу ли я послужить людям как ты Владычеса хочешь и Матерь Божия продолжала не один ты у меня Арсений со многими людьми служить мне будешь помогут тебе и ты с ними многим поможешь показал тебе Господь сейчас что у него помощников много показал Господь тебе души людей населяющих лагерь не думай что ты один совершаешь добро и совершать умеешь во многих людях живет вера и любовь иди и служи мне помогу тебе и почувствовал отец Арсений что коснулась головы его рука Матери Божией встал отец Арсений с колен вознес молитву еще еще раз снял и Петрахиль поклонился всем молящимся и священству опять понял что всех молящихся в храме знает большинство из них провожал в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми подошел к царским вратам встал на колени и поднявшись с колен обратился к молящимся прося их молитве помощи и пошел к выходу из храма благословляемый народом вышел из храма душу переполняла радость идти было легко шел к бараку в лагерь лес дорога дома все мелькало и неслось мимо него прошел мимо охраны вошел в барак увидел свой лежак тело свое лежащее на нем людей окружавших его вошел лег на лежак и услышал разговор все теперь холодеет умер наш отец Арсений пять часов уже прошло скоро подъем придется сообщить старшему кто-то из окружающих продолжал осиротел барак многим помогал мне боровшемуся всю жизнь против Бога показал его и показал делами своими неожиданно отец Арсений глубоко взахнул и испугав и поразив всех окружающих проговорил уходил я в храм да вот Матерь Божия сюда к вам послала слова эти никому не показались странными или удивительными так неожиданно и поразительным было его возвращение к жизни недели через две встал отец Арсений как-то странно ему все стало в бараке по-другому и жизнь и люди видны все ему чем могут помогают кто что может от обеда урвет и несет надзиратель справедливый масло сливочного стал приносить и сазик его отдавал для отца Арсения встал а жил отец Арсений тяжелая болезнь ушла господь господь и матерь божия послали его служить людям послали в мир михаил поверка засыпали умирающий из коридора образуемого нарами слабо освещал лицо умирающего покрытого крупными каплями пота волосы слиплись губы были болезненно сжаты был он измучен смертельно болен но глаза широко открытые глаза как два пылающих факела смотрели на отца арсения в этих глазах сейчас жила горела и металась вся прожита этим человеком жизнь он умирал уходил из жизни и страдался устал но хотел отдать во всем отчет богу исповедуйте меня отпустите я инок в тайном постриге соседи по нарам ушли и где-то легли все видели что пришла смерть и надо было быть милостивым и снисходительным к умирающему даже в лагерном бараке склонившись к иноку проведя рукой по его слипшимся коротким волосам поправил рваное одеяло отец арсений положил руку на голову шепотом прочел молитвы и внутренне собравшись приготовился слушать исповедь сердце сдало проговорил умирающий назвав свое имя и виночестве Михаил и начал исповедь склонившись к лицу лежащего отец арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила иногда шепот прерывался в груди слышались хрипы и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух временами замолкал и тогда казалось что он умер но в эти мгновения глаза продолжали жить и отец арсений вглядываясь в них читал все то что хотел рассказать еле слышный прерывающийся шепот многих людей исповедовал отец арсений в их последний смертный час эти исповеди всегда до глубины души потрясали его но сейчас слушая исповедь Михаила отец арсений отчетливо понял что перед ним лежит человек необычайной большой духовной жизни умирал праведник и молитвенник положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям умирал праведник и отец арсений стал сознавать что иерей арсений не достоин поцеловать край одежды инока Михаила и ничтожен имал перед ним шепот прерывался все чаще и чаще но глаза горели светились жили и в них в этих глазах по-прежнему читал отец арсений все все что хотел сказать умирающий исповедуясь Михаил судил сам себя судил сурово и беспощадно временами казалось что он отдалился от самого себя и созерцая другого человека который умирал вот этого умирающего он и судил вместе с отцом арсением и отец арсений видел что житейский мир как корабль со всем его грузом тягот тревог и горести прошлого и настоящего уже отплыл от Михаила в далекую страну забвения и сейчас осталось только то что необходимо было подвергнуть рассмотрению отбросить все наносное лишнее и отдать это главное в руки присутствующего здесь Иерея Арсения и он властью Бога должен был простить и разрешить содеянное за считанную минуту оставленную ему для жизни должен был инок Михаил передать отцу Арсению все открыто показать Богу осознать свои прегрешения и очистившись перед судом своей совести предстать перед судом Господа человек умирал так же как умирали многие многие в лагерях на руках отца Арсения но эта смерть потрясла и повергла отца Арсения в трепет и он понимал что Господь даровал ему великую милость разрешив исповедовать этого праведника Господь показывал сейчас свое величайшее сокровище которое он долго и любовно растил показывал до такой степени духовного совершенства может подняться человек бесконечно полюбивший Бога взявший по апостольским словам иго и бремя христианства на себя и понесшего его до конца все это видел и понимал отец Арсений исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть как в неимоверно сложных условиях современной жизни во время революционных потрясений культа личности сложных человеческих отношений официально поддерживаемого атеизма общего попрания веры падения нравственности постоянной слежки и доносов отсутствие духовного руководства человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом не в скиту или уединенной монашеской кельи шел Михаил к Богу а в сутолоке жизни грязи ее в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла атеизма богоборчества духовного руководства почти не было были случайные встречи с тремя четырьмя иеремиями почти годовое радостное общение с владыкой Федором постригшим Михаила в монахи а далее два-три коротких письма от него и неистребимое горячее желание идти идти ко господу шел я путем веры шел ли я так как надо к Богу или шел неправильно не знаю говорил Михаил но отец Арсений видел что не только не отступил Михаил от предначертанного пути на который направлял его владыка Федор а далеко далеко прошел по этому пути опередив и превзойдя своего наставников жизнь Михаила была подобна битве в пути за духовное и нравственное совершенство среди обыденной жизни века сего и отец Арсений понимал что Михаил выиграл эту битву битву где он был один на один со злом окружающим его и живя среди людей творил добро во имя Бога и нес в душе как пылающее пламя слова апостола друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов отец Арсений понимал все совершенство и величие Михаила сознавая свое ничтожество и страстно молил Господа дать ему отцу Арсению силы облегчить последние минуты умирающего временами отец Арсений становился беспомощным и в это же время восторженным от сознания близости с Михаилом предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни учила и наставляла на путь глубочайшей веры и вот наступил момент когда Михаил отдал все что было на душе отцу Арсению и отдав через него Господу вопросительно взглянул на отца Арсения взяв бремя грехов умирающего держа в руках своих принял отец Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал затрепетал еще раз осознание своего ничтожества и беспомощности человеческой и провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу сперва внутренне зарыдал а потом не сдержавшись заплакал на глазах умирающего Михаил поднял глаза Михаил поднял глаза и устремив их на отца Арсения произнес спасибо успокойтесь настал час воли Божией молитесь обо мне пока живете на земле ваш земной путь еще долг прошу вас возьмите шапку мою записка там двум людям души и веры они большой очень большой адреса написана на волю выйдите передайте и вы им нужны и они вам номер на шапке перешейте молите господа об иноке Михаиле во все время исповеди были в бараке одни они барак люди его населяющие обстановка барака все отдалилось ушло в какое-то небытие и только состояние близости бога молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватили их обоих и поставили перед господом все мучительное мятежное человеческое ушло был бог которому сейчас один уходил а другой был допущен созерцать великое и таинственное смерть уход из жизни умирающий жал руку отца арсения молился молился и столь проникновенно что отделился от всего внешнего отец арсений прильнув к нему душой в молитвенном единении отрешился от всего и благоговейно и бенропот нашел за молитвой инока Михаила но вот наступили минуты смерти глаза умирающего засветились загорелись тихим светом восторга и он еле слышно произнес не отринь меня господи Михаил поднялся снар протянул вперед руки почти шагнув и громко произнес дважды господи господи и потянувшись еще немного вперед упал назнич и сразу вытянулся рука держащая руку отца арсения разжалась черты леса приобрели спокойствие но глаза еще светились и с восторгом смотрели вверх и отцу арсению показалось что он воочию увидел как душа Михаила покидала тело потрясенный отец арсений упал на колени и стал молиться но не о душе и спасении умершего а о той великой милости к нему отцу арсению милости даровавшей сподобившей увидеть неувиданное непознаваемое и самое таинственное из тайн смерть праведника поднявшись с колен отец арсений склонился над телом Михаила глаза которого были еще раскрыты и озарены светом но свет постепенно гас озаренность пропадала чуть заметная дымка покрыла их потом веки медленно закрылись по лицу пробежала тень и от этого лицо стало величественным радостным и спокойным склонившись над телом отец арсений молился и хотя он только что присутствовал при смерти инока Михаила на душе у него не было скорби было спокойствие и внутренняя радость сейчас он видел праведника прикоснулся к милости божией и славе его отец арсений бережно оправил одежду умершего поклонился телу Михаила и вдруг осознал что он находится в бараке лагеря особого режима и мысль как молния еще еще раз пришла к нему что Бог сам Господь был сейчас здесь и принял душу Михаила скоро должен был начаться подъем отец Арсений взял шапку Михаила спорол номер со своей и его шапки и пошел к старшему по бараку сказать о смерти Михаила старший из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал барак открыли заключенные выбегали на поверку строились перед входом в барак стояли надзиратели старший по бараку подойдя к ним сказал мертвяк у нас номер 382 один из надзирателей вошел в барак посмотрел на умершего толкнул тело носком сапога и вышел часа через два из санчасти приехали на санях за телом вошел врач из вольно наемных небрежно скользнул взглядом по телу Михаила рукавицей поднял века и брезгливо сказал дневальным быстрее на отвоз в санях уже лежало несколько трупов Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключенных возница стал усаживаться на перекладину саней опираясь ногами накоченевшие тела мертвых было морозно и тихо шел редкий снег и падая на лица мертвых медленно таял отчего казалось что они плачут около барака стояли надзиратели разговаривая с врачом дневальный отец Арсений прижавший груди руки и молящийся про себя сани тронулись отец Арсений низко поклонившись перекрестил мертвых и вошел в барак возница дергая вожами отвратительно ругаясь понукал лошадей и сани медленно двигаясь скрылись за бараком записано в 1960 году со слов отца Арсения в 1966 году разрозненные записи были систематизированы иеромонахом Андреем ты с кем поп в начале заключения считаешь дни потом недели но уже на второй год наступает момент когда же ты ждешь только смерти изнурительная работа полуголодное существование драки избиения холод оторванность от дома отупляли тебя заставляли думать думать о неизбежной смерти в течение двух-трех лет лагерной жизни поэтому основная масса заключенных морально опускалась внутренне разлагалась у большинства из нас политических и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью приходом надзирателя отнятым пайком дракой работой которую дали бригаде карцером отмороженным пальцем или очередной смертью барачного жителя на этих событиях наши мысли месились как раствор глины и от этого становились однозначными ограниченными страшной лагерной действительностью основная масса заключенных мечтала нажрать и оттуда до отвала или как говорили в лагере от пуза выспаться дня два подряд достать где-нибудь пол-литра спирта выпить его и опять нажрать но но все это были несбыточные и неосуществимые мечты очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека пытались держаться особняком поддерживать друг друга не опускаться до уголовников держаться с достоинством насколько позволяла лагерная обстановка эти заключенные собирались в пределах одного барака группы читали лекции стихи воспоминания и иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги часто возникали горячие споры на политические темы в которые нередко ввязывались уголовники и заключенные из безликой массы опустившихся политических спорили со злостью ненавистью друг к другу отец Арсений в спорах не участвовал но один раз его втянули насильно обыкновенно заключенные боялись высказываться но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в особом отделе иногда кто-нибудь из спорящих говорил была не была все равно подыхать да хоть перед смертью выскажусь прошла проверка барак заперли за стенами его метался ветер снег завалил окна было душно сыро но тепло лампочки горели в пол накала и от этого становилось сумрачно и тоскливо одиночество угнетало заключенные собирались в группы и начинались разговоры споры воспоминания уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайки около одного лежака недалеко от народца Арсения собралось несколько человек и в скором времени возник ожесточенный спор на тему отношения зэков заключенных к власти минут через 15 народу стало уже человек 20 спор приобрел острый характер люди перебивали друг друга угрожали собрались бывшие партийцы интеллигенты разных профессий несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные раздавались крики за что сидим не за что где справедливость расстрелять всех их надо лица спорящих были озлобленными раздраженными только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой которую рано или поздно исправят и что все происходящее возможно является вредительством что Сталин ничего об арестах не знает или его обманывают обманывают а пол россии посадили это продуманная система уничтожения кадров вопил какой-то голос знает Сталин это его приказ вторил другой один заключенный осужденный за агитацию подготовку покушения на жизнь Сталина был особенно озлоблен лицо его кривилось голос дрожал несколько власовцев тоже ожесточенно ругали все и вся уничтожать их надо вешать расстреливать партийцев этих секретарь секретарь из ленинградских большевиков 17-го года буквально на кулаках сцепился с каким-то типом служившему немцу предатель кричал кричал предатель секретарь тебя расстрелять надо ты еще живешь и это таких как ты повесил по все коми один десяток жалею что ты подло не попался за дело сижу а ты своим задницу лизал и со мной здесь сдохнешь как предатель я предатель я предатель да я советскую власть утверждал я да я а сидишь как предатель вот и вся твоя власть в этом сказалась кругом смеются но спор по-прежнему остается ожесточенным один из заключенных проговорил церкви разрушили веру попрали кто-то из собравшихся увидев отца Арсения сидевшего на своих нарах сказал обращаясь к нему а ну-ка Петр Андреевич слово свое о властях скажите как церковь к власти относится отец Арсений промолчал но его буквально втащили в круг спорящих секретарь райкома друживший с отцом Арсением как-то сразу паник что должен был ответить отец Арсений всем было ясно слишком уж много натерпелся он в лагерях власовец Житловский командир какого-то соединения во власовской армии в прошлом журналист и командир Красной армии человек жестокий и властный державший в своих руках группу власовских офицеров живших в бараке и в лагере снисходительно смотрел на отца Арсения власовцы держались в лагере независимо ничего не боялись так как им все уже было отмерено конец свой знали и сидели действительно за дело давай батя сыпь отец Арсений помедлив несколько мгновений сказал жаркий спор у вас злой трудно тяжело в лагере и знаем мы конец свой поэтому так и ожесточились понять вас можно да только никого уничтожать и резать не надо все сейчас ругали власть порядки людей и меня притащили сюда лишь для того чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и этим самым досадить другой говорите что коммунисты верующих пересажали церкви позакрывали веру попрали да внешне все выглядит так но давайте посмотрим глубже оглянемся в прошлое в народе упала вера люди забыли свое прошлое забросили многое дорогое и хорошее кто виновен в этом власти виноваты мы с вами потому что собираем жатву спасеянных нами же семян вспомним какой пример давала интеллигенция дворянство купечество чиновничество народу а мы священнослужители были еще и хуже всех из детей священников выходили воинствующие атеисты безбожники революционеры потому что в семьях своих видели они безверие ложь и обман за долго до революции утратилось священство право быть наставниками народа его совестью священство стало кастой ремесленников атеизм и безверие пьянство и разврат стало обычным в их среде из огромного количества монастырей покрывавших нашу землю лишь пять или шесть были светочами христианства его совестью духом совершенством веры это Валаамский монастырь Оптина пустынь с ее великими старцами Дивеевская обитель Саровский монастырь а остальные стали общежитиями почти без веры а часто монастыри особенно женские потрясали верующих своей дурной славой что мог взять народ от таких пастырей какой пример плохо воспитали мы сами народ свой не заложили в него глубокий фундамент веры вспомните все это вспомните поэтому так быстро и забыл народ нас своих служителей забыл веру и принял участие в разрушении церквей а иногда и сам первый начинал разрушать их понимая это не могу и осуждать власть нашу потому что пали семена безверия но уже возделанную нами же почву а отсюда и все остальное лагерь наш страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей однако сказал жетловски придавить тебя надо за такую паскудную проповедь святошей притворяется а сам в агитаторах ходишь на особый отдел работаешь и силой вытукнула отца Арсения из круга спорящих спор продолжался с прежней силой но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся после этого спора некоторые заключенные стали преследовать отца Арсения особенно из группы Житловского раза два избили его ночью облили мочой нары отнимали пайку мы дружившие с ним решили оберегать отца Арсения от людей Житловского зная что это народ отпетый который может сделать все что хочет как-то вечером пришел киевлянин Жора Григоренко близкий друг Житловского и позвал отца Арсения к своему шефу отец Арсений пошел Житловский развалившись на нарах говорил со своими дружками собравшимися вокруг ну-ка поп с нами или с большевиками пойдешь душа продажная на особый отдел работаешь исповедуешь нашего брата а потом доносишь прибьем тебя скоро а сейчас выпарим для примера давай Жора хотя дай попу высказать Жора Григоренко был всеми ненавидим коренастый широкий в плечах с головой без шеи лицом порезанным шрамом отчего лицо было перекошено и постоянно улыбалось производя отталкивающее впечатление ходили слухи что у немцев он был исполнителем приговоров хотя осужден был только за службу рядовым во власовской армии отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и сказал Жизни людей распоряжаетесь не вы а Господь с вами я не пойду и сев на нары против Житловского продолжал не пугайте меня все это было в прошлом крики избиения угрозы смерти Богом в которого я верю каждому человеку отмерена длина пути его и мера страданий и если путь мой оборвется здесь то на это будет Господня воля а не мне и вам изменять ее и каждый из нас в конце концов придет на суд Божий где от совершенных дел и примет меру свою я верю в Бога верю в людей и до последнего своего вздоха буду верить а вы где ваш Бог где вера ваша вы много говорите о том что хотите защитить угнетенных и обиженных людей но пока вы уничтожали убивали и унижали всех соприкасающихся с вами взгляните на руки ваши они же у вас в крови житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них потом взглянул на отца Арсения и не опустил а бросил руки на колени и сорвавшись на вис крик не заговаривайтесь полегче и опять впился глазами в лицо отца Арсения с верхних нар раздался голос Григоренко Аркадий Семенович попик то на разговорном подъеме может акцию совершить замолчи Григоренко ответил Житловский дадим ему вперед издыханием перед издыханием наговориться попы как советские профсоюзные работники всю жизнь болтают а отец Арсений продолжил как-то мне сказали что верующие вы но во что пытали и убивали людей во имя чего помню ваше упоминание о Достоевском о котором говорили как о любимом писателе и душе русского народа вспомню вам по памяти слова старца Зосима из братьев Карамазовых которые он говорил перед смертью обращаясь к братьям не ненавидьте атеистов злоучителей материалистов даже злых из них не токма добрых ибо из них много добрых наипаче в наше время народ Божий любите веруйте и знамя держите высоко возносите его творите добро людям и тяготы их носите а ваша жизнь проходит в ненависти и в злобе у каждого человека есть время одуматься и справиться и у вас есть сказал отец Арсений встал снар и пошел в свой конец брака но сверху с искаженным от злобы лицем соскочил Григоренко и бросился душить отца Арсения и в то же время расталкиваясь толпившихся дружков Житловского появился высокий и мощный заключенный носивший в бараке прозвище матрос был он действительно матросом из обезьян осужденным за политику к 15 годам нашего лагеря бесшабашный по своему веселый хороший товарищ матрос находясь в лагере почему-то не терял здорового вида хотя жил как все заключенные растолкав собравшийся матрос схватил Григоренко приподнял словно мешок и бросил в толпившихся дружков Житловского ты деточка забылся здесь не полицейский участок у немцев а наш лагерь и обернувшись Житловскому схватил его за руки повернул к себе лицом и сказал милый ты мой угомони своих халуев немецких а то всех перережем всех люди Житловского растерялись в проходе между нарами появилось много заключенных готовых вступить за отца Арсения и матроса подойдя к поднявшемуся Игоря Горенко матрос произнес ты немецкий прихвостень Петра Андреевича не трогай не приведи Бог что случится я тебя Житловским лично пришибу а перед этим котлету сделаю пошли Петр Андреевич а то мы им на нервы действуем ну почтение мое вам до лучших встреч недели Время шло Сазиков все больше все больше привязывался я иногда задумывался а свернуть на верную дорогу не мог для следственных органов и для дружков особая жизнь была а для отца Арсения показывал свою жизнь правдиво ничего не скрывая крещен пошел сойти с нее трудно чуть в сторону дружки назад ворочают чему мать учила забылась выветрилась жизнь другое показывала а боги и не думал где его в уголовном мире найти до этого ли забот много только посматривай серым работать приходилось человек серый страшный но вдруг иногда и душу покажет сложный он работал в ковечках сазиков по большим делам деньги брали крупные вступал в учреждение большой магазин крупный вообще туда где денег много скапливается то ли перед получкой то ли после выручки работа изучала обстановку учреждения женщины помогали благо сам высокий красивый речь интеллигентная статный одевался модно работал хорошо ценили отмечали документы всегда имел чистые верные знания имел тоже хорошее ведь по образованию инженер экономику тоже знал поэтому в больших универсальных магазинах за него держались как за специалиста вот так и бывало изучит узнает что и как а потом брали большую сумму многое сходило благополучно но в тюрьмах и лагерях побывал не на малые сроки попадался на мелких делах о больших не знали завалился на ерунде дружок под нажимом наследствия разболтался добрались до одного крупного дела дали вышку расстрел но потом отправили умирать в особой встретился с вами отец сарсений поразили вы меня вижу все для другие делаете подумал расчет какой-то хитрый имеете или блажной но потом понаблюдал за вами мать свою покойную вспомнил многое сказанное ею мне в детстве припомнилось поразили меня назвав серафимом подумалось в бреду сказал да вижу что не только со мной такое у вас было наблюдать стал за вами и отчетливо понял не для себя живете а для людей во имя своего бога стал я жизнь свою пересматривать и вижу что была она как говорится хоть час домой а там хоть потоп думаю для чего так жил друзей нет есть дружки никому я не нужен если и делают что-нибудь мне то только из страха за сердце взяли меня примером своим поразили решил кончать с прошлым трудно это сделать кончай да оглядывайся свои же убьют между прочим серый к вам тоже приглядывается в лагерях уголовники народ отпетый а в особом тем более бояться нечего все равно смерть в своих то барах мы с серым порядок навели но трудно с народом знай жизнь твою нечего Продолжение следует...